Аномальная жара атаковала грядки забайкальцев минувшим летом и оставила свой след в каждом хозяйстве. Руководитель ПСК Кенонский Александр Желтов рассказывает, как его урожай тоже серьезно пострадал от палящего солнца. Но большую часть картофеля спасти все же удалось. В прошлом году мы собрали порядка 750 тонн картофеля. Нынче получается в связи с засухой процентов на 15 мы потеряем. Но работает у нас в хозяйстве постоянных получается 30 человек. Среднеспечное число плюс на уборку привлекается еще порядка 50-60 человек. Поливали нынче в две смены с 5 до 10 вечера двумя тракторами. И это каждый день. Сорт картофеля тоже сыграл тут свою роль. Предприятие выращивает сразу четыре разновидности корнеплодов – ламинго, кармен, корлева Анна и люкс. Все они неприхотливы в уходе и очень урожайные. Но так или иначе, часть урожая сгорела, а это может отразиться и на цене. Сложно сейчас, конечно, прогнозировать, но на сегодняшний день оптовая цена порядка 50 рублей килограмм. Розница 65. Пока. Собирать картошку предприятию помогают сразу несколько организаций – Министерство социальной защиты, Забайкальский аграрный институт и даже Зыковский дом-интернат. Его подопечные второй день убирают урожай и уже собрали несколько мешков для себя. Со всей группой своей приехали, со всеми вместе. Но мы сами по желанию, чтобы получить что-то на день урожая. Получается, вы соберете картофель? Да, да, уже для себя, считаю, всю зиму с картошкой. Уже совсем скоро на прилавках Забайкалья вновь появится свежий картофель от предприятия, включая и капусту. Ее урожай в этом году удалось сохранить, несмотря на аномальные температуры. Евгения Бузлаева, Екатерина Бокшеева, Антон Носов, РТК Забайкалья.